всем привет привет давно не виделись сегодня я немножко расскажу про smart процессы как мы сделали и как они работают собственно что у нас получилось для начала я хотел немножко вспомнить о чем я рассказывал в прошлый раз надеюсь вы посмотрели прошлый доклад кто не посмотрел можете посмотреть запись кто не смотрел пишите в чатик минус чтобы мы знали кто насколько мне нужно повторяться напомню да о чем мы говорили о том что потребности наших клиентов они намного шире чем набор предоставляемых нами стандартных сущностей лид сделка контакт компания то есть у нас настолько много стало функционала и стало довольно мало мест куда его можно привязать и люди стали плодить много направлений сделок но это стало со временем не очень удобно потому что надо делать много полей поля между направлениями сделок общие и начинался такой кавардак и как бы случайно кто-то удалил поле и все поехало бизнес-процессы сломались для того чтобы решить эту проблему мы говорим о том что мы работаем над динамическими типами сущностей в crm что можно будет создать собственный раздел в рамках crm и внутри него как-то работать и и он будет включен в общую канву нашего продукта я рассказывал что мы сделали на тот момент это была осень и рассказывал как она на тот момент работает был там такой слайд где мы значит рекламировали эту новую нашу разработку о том что у нас будет новый интерфейс и все будет клево вот так вот она работала на тот момент то есть нас уже были направления стадии дополнительные поля привязки к товарам привязка к моей компании и мы говорили о том что мы работаем над печатью документов роботами конвертации и так далее спрашивали ваш фидбэк за фидбэк спасибо всем кто писал обещали выпуск зимой но в общем зимой не срослось потому что в общем зимой она была мы могли выпустить но там было настолько мало функционала то есть она никак бы не пришло не принесло практическую пользу мы решили что лучше отложить выпуск и выпустить это более-менее уже законченном варианте ну и собственно как вам уже неделю первый вопрос как вам ребят вы прямо сейчас можете вот поднять ручку я вас включу с микрофоном с камерой и сказать как вам если вам есть что сказать то есть до понравилось непонятно делайте это смело вперед пожалуйста уже неделю она в принципе всем доступно кому-то даже больше поэтому если кто-то хочет высказаться мы в принципе готовы услышать ты говори если кто-то ну хорошо я сразу давайте пока дальше пойдем давайте посмотрим что же получилось у нас на данный момент у нас готового интерфейса до канбан карточка timeline настройки направлений там относительно классная форма создания smart процесса у нас есть автоматизация роботы триггеры сразу скажу что дизайнер bp мы почти сделали буквально вчера я добавил в форму настроек smart процесса галочку новую которая этот дизайнер активирует но мы еще доделаем потом пока протестируется пока выпустим это не так быстро у нас есть а ты расскажешь про то что будет дизайнеры доступно да или 5 уже можно сейчас подергать в дизайнере в там будет доступно все что но там не очень много будет конечно единственное что мы постараемся выпустить дизайнер сразу с тремя новыми activity создание smart процесса удаление изменений вот например будет ли там какая-то возможность по связи с другими сущностями вообще битрикс24 со списками серым с с документами но создание документ это стандартные активе там будет то есть можно будет создать элемент списка из бизнес-процесса над smart процесс вот то есть стандартные активе все там будут у нас уже есть связи можно в подчерез пользовательское поле сделать связь можно мы прокинули настройки этого поля в задачи шаблоны задач календарь и мы сделали там привязки пока что в упрощенном варианте связка с товарами у нас есть причем у нас сразу там новый модный интерфейс работа с вариациями сделали печать документов хотя там было весело как-нибудь может расскажу мы сделали работу с серым формами можно создать новый элемент smart процесса серым формы и у нас там есть работа с полями то есть обязательность от стадии клиент и так далее чего не хватает из того что особенно было озвучено в прошлый раз сквозная аналитика поля есть но она не работает просто не работает пока что мы просто этого не сделали конвертация пока что тоже не сделали у нас есть только связи но мы не сделали преобразование то есть вы не можете даже элемент одного smart процесса преобразовать другой счетчики ну там вообще мы просто даже не начинали привязка к смарт процессом сделок лидов контактов и компании то есть пока что нельзя в карточку лида вытащить поле со смарт процессом отчеты но там просто даже не начинали еще с коммуникациями все немножко сложно у нас сейчас есть три основных канала в серым да это телефоне открытые линии почта и какие-то настройки по привязке коммуникации к сущностям серым находится на каналов какие-то находятся на стороне серым и когда код который все это обрабатывался он писался у нас еще не было никаких смарт-процессов и она там все зашито прямо в коде он такой довольно сложный и мы пока не начинали над ним работать чтобы интегрировать до смарт-процессы то есть мы думаем этим заняться в ближайшее время но пока что с этим не просто собственно давайте посмотрим какие возможные сценарии у нас есть на том что уже сделано реестр документов можно сделать то есть там есть стадии с наблюдатели можно там как-то согласование это двигать когда будет дизайнер бизнес-процессов можно будет автоматически создавать новый документ из любого места будет вообще классно техподдержка ну техподдержку можно сделать только если на серым формах у вас создается новый элемент смарт-процесса потому что если допустим открытую линию вам пишет пока что конечно но автоматически не создастся но может быть через бп это можно будет как-то организовать допустим вы хотите ввести реестр закупок да это в принципе уже возможно у нас есть товар у нас есть печать документов можно закупки разбить по направлениям и принципе все должно работать реестр поставщиков да если вы хотите разделить ваших клиентов и тех у кого вы сами покупаете какие-то услуги здесь пока сложно потому что смарт-процесс не может стать замены стандартным контактам и компании там нет коммуникации нет полей даже для хранения коммуникации поэтому пока что но этот сценарий вряд ли получится сделать эйчар вот с эйчар воронка в принципе все классно все должно работать есть crm формы можно даже скомпоновать несколько смарт-процессов вынести их в отдельный раздел и она даже будет ну не болтаться в общей серым немножко расскажу про коммерческие приложения мы их переработали у нас там есть новая карточка таймлайн в дела мы обновили сам канбан там есть быстрая форма создания управления карточкой сделали зависимость от стадии поля то есть принципе там функционал как более-менее сделках пока что не только дизайнерам бизнес-процессов но он выйдет вместе с дизайнером смарт-процессах то есть у нас он появится одновременно и там и там ну и один из самых популярных вопросов чем же отличие потом вторым популярный вопрос тебе тоже задам давай в чем же отличие смарт-процессов фото рп но немножко исторической справки как она была раньше раньше были универсальные списки там были бизнес-процессы было более-менее все понятно если нужно согласование если нужно какие-то дополнительные данные вынести пожалуйста вот делаем универсальный список там кут автоматизации заводим все работает потом появились рп и и стало сложно непонятно то есть вроде бы как рп и такая красивая замена но функционала там недостаточно и стало сложно понять чем пользоваться а сейчас еще и смарт-процессы появились и вообще стало сложно вообще с чего начать давайте я расскажу со своей точки зрения как это выглядит для начала чем они похожи ну во первых то есть многие говорят о том что нам может быть сложно поддерживать два продукта одновременно но они под капотом имеют очень много схожих элементов например структура хранения данных у них идентична и код который за это отвечает он лежит в ядре и он общий интерфейс и там тоже очень много общего например в серым на и карточки смарт-процессы и предложения полоска стадии она та же самая что в карточке элементы рп то есть она много где пересекается чем же они отличаются ну во первых рп и это процесс это такая штука который вы создаете она вас движется по стадиям там происходит какие-то согласования потом она кончилась и все и вам этот процесс не нужен вы скорее всего не должны к нему возвращаться и те данные которые хранятся внутри карточки элемента рп и они относятся непосредственно к процессу вот к этому движению по идее там не должно быть какие-то независимых данных поэтому рп это в первую очередь процесс а smart процесс это на самом деле не совсем процесс это больше про данные он про то что у вас там лежат и клиенты товары какие-то дополнительные поля она несмотря на то что движется по стадиям она где-то у вас время живет она может участвовать в расчете каких-то статистиков построения отчетов вот то есть смарт-процесс это данные рп это процесс ну и конечно в рп есть задание как бы это такая фишка в смарт процессах не знаю вряд ли это когда-то будет в таком варианте рп это движение то есть мы двигаем именно процесс и он про это и задумывалась что рп это такая над сущность то есть у вас есть именно процесс этот процесс создает какой-то элемент смарт-процесса удаляет его чего-то двигает его как-то запрашивает дополнительные данные еще что-то делать но он живет как бы сверху он такой дирижер вот а smart процесс это про привязку коммуникации про работу с клиентом то есть вот они такие вот разные надеюсь я ответил на этот вопрос немножко озвучу то чем мы планируем заниматься в ближайшее время вот да вот ты скажешь ты скажешь что с рп будут потому что очень много вопросов было а что теперь все рп уйдет роботы тоже теперь уйдут что ли то есть поясни пожалуйста ситуацию так давайте про будущее рп у меня нет простого ответа на этот вопрос но так получилось что рп начинал над ним делать я то есть хранение данных api интерфейсы для рп дел я а потом я стал делать smart процессы поэтому пока я делаю smart процессы рп я не занимаюсь вот и ресурсы у нас ограничены пока что я не знаю факт я отвечу что tripe и мы будем развивать дальше мы позиционируем по-прежнему это как отдельный продукт то есть кто там переживал что все теперь рп не будет резать нет он будет развиваться будет развиваться smart smart процессы от развиваться бизнес процесс будет развиваться роботы да все это будет работать и мы обязательно вернемся к работе над рп то есть я просто не знаю в какое время. Но мы точно будем над ними работать. Теперь про смарт-процессы. В первую очередь я планирую заняться документацией, чтобы опубликовать красивые статейки с примерами кода, как это все работает под капотом. Дальше рест-методы входящие, чтобы можно было закрыть какие-то недостающие вещи через приложение. Собственно, большая часть реста уже есть, она уже работает, но мы пока не все протестировали, и документация не опубликована. Хотя, допустим, на рест для элементов смарт-процессов я документацию уже написал. Дизайнер БП, он вот уже доделываем, прямо в ближайшее время, я надеюсь, ну как, относительно там, 3-4 недели выпустим. Здесь обычно принято говорить, уже в тестировании? Еще не в тестировании. Вот, мы делаем счета, то есть у нас будут счета тоже на новой карточке, как и предложение. Пока мы еще работаем над этим, то есть там много функционала, которого не было в предложениях, которого нет в смарт-процессах, и мы сейчас это все переписываем, доделываем. Немножко расскажу про рест. Или есть какие-то вопросы? Вопросы у нас есть, я могу тебе, если хочешь, поозвучить. Коллеги, пока я озвучиваю вопросы текстом, вы, если захотите что-то в Zoom сказать, ручку сейчас поднимите. Ну, значит, вопрос, вопрос следующий. Смотри, будет ли связь со списком, либо, может, она уже есть, люди просто не очень понимают? Пока что инфоблочное свойство, которое имеет тип привязка к элементам CRM, не поддерживает смарт-процессы. Есть такая задачка, я надеюсь, что в ближайшее время я займусь. Я вообще, когда мы собирали фидбэк, я услышал, что смарт-процессы, это вообще-то хотят связать вообще со всем, со всем, чем можно в Bitrix24 вообще. Поэтому вопрос такой на развитии. Ну, подозреваю, что будем. Будет, обязательно будет. У нас даже код уже написан, который выводит элементы списка в отдельные вкладки в карточки смарт-процессы. Но не работает пока. Насколько интерфейсы поддерживают REST, места для стройки? Будет. Я сейчас это расскажу. Окей, не прерываю, хорошо. Здесь спрашивают, опять-таки, и приватно, и неприватно, когда в коробку, коллеги, в коробку мы подпускаем Asuna Спасибо. Я напоминаю еще раз, что там просто другой цикл подготовки обновлений. Он дольше, он сложнее. Сорян, делаем все возможное. В облаке уже доступно. Скоро будет и в коробке. Слушайте, я просил смотреть в камеру. Говорит, не хватает контакта глазами с Антоном. Так, еще. Будут ли компоненты вывода сущности CRM переписаны на компоненты смарт-процесса? Хороший вопрос. Не знаю. Но у нас нету цели переписать просто для того, чтобы переписать. Вы должны понимать, что мы в первую очередь делаем задачи, которые приносят пользу бизнесу. Бизнесу не понравится, если мы потратим несколько, пару месяцев на то, чтобы просто переписать компоненты. Поэтому в ближайшее время такой задачи нет. Но, как минимум, мы подготовим все необходимое API для этого. И, ну, то есть, в фоне потихоньку мы этим занимаемся. А вот когда будем ли мы переписывать компоненты и когда, пока не знаем. Вот здесь еще резонный вопрос такой. Значит, ну, зачем счета в смарт-процессах? Ну, есть же заказы. Ну, заказы — это B2C, а счета — это B2B. Правильно. Здесь, коллеги, ну, вам определять, что использовать. Мы предоставляем такую возможность. Давай двинемся дальше. Коллеги, еще раз напоминаю, что смелее задавайте вопросы голосом, ручку поднимайте, включайте камеру, микрофон, можем поболтать. Пожалуйста. Время у нас еще есть. Антошка, давай, шки. Про входящие методы. Будет у нас, он уже есть, семейство этих методов CRM-type для работы с настройками смарт-процесса, создать, получить список, и там же настройки связи пользовательских полей. Но, в принципе, работает документация пока нет. CRM-item — это семейство методов для работы с элементами смарт-процессов. Туда нужно передать обязательный параметр entity type ID с идентификатором смарт-процесса. Теоретически это даже универсальные методы, то есть когда мы покроем новой мапе все старые сущности, теоретически можно будет даже с ними работать. Документации есть, но я еще не опубликовали. Там будут фильтры с сложной логикой, можно будет сделать AND, OR, ну, в общем, как в ORM. И будет более-менее удобная работа с множественными файлами. Для работы со стадиями, с направлениями, в стадии уже можно работать. CRM-status, пожалуйста, стандартный метод. CRM-категории будет метод для работы с направлениями смарт-процессов и сделок. Ну, я думаю, что это будет универсальное семейство методов. И по поводу настройок пользовательских полей. У нас есть AX-контроллер, main user field config, который отвечает за это. Но он в REST пока недоступен. Я не знаю, может быть, мы сделаем отдельный кусок в CRM или вытащим его. Посмотрим. Product row для работы с товарными позициями. Опять-таки мы планируем его расширить на смарт-процессы, сделать универсальным и сделать там работу с конкретными позициями. То есть можно будет не перезаписывать все целиком через метод сета, можно будет сделать там, удалить одну позицию, добавить позицию. События. Ну, пока что понятно, вообще никаких событий нет. То есть ничего в REST и смарт-процессов не отправляется. Будут события создания, изменения, удаления. И мы планируем добавить два типа событий. Для... Один общий, то есть будет подписка на элементы любого типа смарт-процесса и на конкретный тип. Да, вот тут у меня вопрос, собственно, надо ли кому-то события на изменения, удаления, изменения настройки смарт-процессов. Я просто не знаю, пока что не планировал их добавлять. Если кому-то надо, пишите. Да, слушайте, здесь смотрю, вроде бы кто-то хочет спросить. Алекс, что-то хотите спросить? Давайте, давайте мы вас сейчас включим, а то я вас тут заметил, и мы вас спросим, потому что нам нужен, конечно, интерактив. Сейчас я дам вам команду. Асктон Мьют. Алло. Привет. Да, доброго. Привет. Привет. Видимо, слышали. Привет. Привет вам из теплого Крыма, жаркого. Спасибо. Группа компания Витцентр. Друзья, во-первых, спасибо вам за новый релиз, в облаках, по крайней мере. Мы, конечно, коробкой пользуемся. Спасибо за ответ, что в коробке ждем, но хочется надеяться, что чем быстрее, тем лучше. На самом деле, вопрос по растапе и, в принципе, по бизнес-процессам такого характера. Бизнес-процессы на текущий момент и в коробке и в облаке, ну, очень как-то морально устарели. Ну, например, банальная ситуация. Недавно столкнулся, делали один для себя собственный HR-проект, ну, например, события в календаре. Всем сейчас на текущий момент это надо в связи с удаленной работой, какие-то события в календаре. По факту в календаре создать мероприятие на двух человек можно только через растапе и вебхук, но не через бизнес-процесс. Когда займетесь бизнес-процессами, обновите их, конструкторы и все остальное. Но это больная тема на самом деле. Алекс, вот сегодня наш Антон, дорогой Янжула, придет к нам вот сюда, вот здесь будет стоять рядом. Этот вопрос я ему, конечно, еще отдельно передам, и вы тоже можете даже еще раз спросить. Ответ такой краткий, что пока вот прям четких планов, что мы все будем обновлять, дизайнер, пока я не могу сейчас назвать, что они у нас есть. Но вот Антон скажет точно. То, что нужно это сделать, да, я согласен. Вот давайте сегодня Антон придет, мы его потеребим вместе. Вдруг он что-то вот за ночь сейчас нам да расскажет. Да, а так услышал. Если еще есть вопросы, коллеги, давайте, ручку поднимайте пока вот я считаю до трех. Алекс, я вас пока мючу, если вы еще захотите что-нибудь спросить, то давайте. Раз, два, три вопросов нет. Давай, если что, перебивайте смело, я вас включу. Поехали дальше, давай. Кроме событий, да, вот стройки в интерфейс. В принципе, где есть стройки в интерфейс, там, в сделках, лидах, карточках, везде будет в смарт-процессах, все будет идентично, собственно, эти поля, там, в кнопку и так далее, отдельный таб. И у нас будет два типа встроек для всех типов смарт-процессов и одна, и, собственно, можно будет в какой-то конкретный смарт-процесс строиться. То есть мы предварительно это обсуждали, но пока еще толком не приступали к работе над этим. Отрасливые решения будут, но мы не знаем когда. Пока тоже. То есть на самом деле оно здорово вложиться в отрасливые решения, чтобы вы могли развернуть уже не просто там роботов, да, а прям целиком раз, и целый раздел у вас поднялся, и внутри у него несколько страниц, несколько смарт-процессов, и оно там сразу внутри как-то взаимодействует. Ну, пока, пока что мы еще не начали над этим работать. Вкратце пробегусь быстренько по некоторым особенностям реализации. Направление. У нас элементы и стадии смарт-процесса всегда привязаны к какому-то направлению. Несмотря на то, что вы можете их спрятать, они все равно всегда привязаны, нужно иметь это в виду. И убрать можно только, если у вас только одно направление. Если у вас два направления смарт-процесса, спрятать из интерфейса нельзя. Стадии точно так же. Каждый элемент смарт-процесса, несмотря на то, что там может нигде не показываться, он все равно на какой-то стадии находится. Поэтому если вдруг вы нас создавали 100-500 элементов, раскидали их по стадиям, а потом стадии скрыли, теоретически могут вылезти какие-то артефакты с правами доступа или еще что-то. Поэтому лучше так не делать. Ну, я не проверял просто такие кейсы. Показ вне серы. Мы сделали API, оно живет в интернете, в модуле интернет, немножко расскажу дальше. Вы можете создать дополнительные разделы, привязать к этим разделам ваши смарт-процессы. Один смарт-процесс может быть привязан только к одному разделу. И после этого смарт-процесс перестает выводиться внутри серы. Клевая фишка, мне кажется. Пользуйтесь. Еще одно место для вопросов. Еще одно место для вопросов. Здесь вот такое мнение. Слушайте, а что, универсальные списки все, что ли? То есть вот раз есть смарт-процессы, универсальная сущность. Ну, смарт-процессы, они все-таки это CRM. Они живут в CRM, это часть CRM. Да, вы можете вынести их в отдельное место, но все-таки это, наверное, больше к CRM относится. Универсальные списки, они именно универсальные. Они вот живут отдельно, вы можете как-то отдельно с ними работать. В мобиле будут смарт-процессы? Планируем сделать? Поддержку в мобиле? Не знаю. Я думаю, да. Я думаю, у нас выбора нет. Само собой, когда-нибудь они там появятся. Да, еще. Будешь ли ты делать какой-то импорт-экспорт бизнес-процессов? Да, наверное, когда-то будет. То есть ближайших планов ты сейчас пока не озвучишь, да? Пока нет. Окей. И вот еще. Перенести карточки из CRM в смарт-процессы можно будет? Это как? Вот пояснить, пожалуйста, это как? Если речь о конвертации, то можно будет. То есть займемся этим. Еще здесь вопрос. Голосом пока никто ничего спрашивать не хочет. Ну и ладно, тогда я пока что расскажу. Здесь спрашивают, где взять такую футболку Bittrex Power. Это отдельный вопрос, мы его озвучим позже. Значит, будет ли мэппинг полей между… Что такое SP? Это Smart Process Automation. Окей. И другими сущностями, чтобы, например, взять клиента в сделке и связанную с ней именно смарт-процессами? Будет, будет. То есть мы планируем расширить API-конвертацию, которая CRM, чтобы она работала смарт-процессами. Так, вот здесь еще, здесь тебе передают, что, во-первых, очень крутая сущность. Антон, спасибо тебе большое еще раз. И говорят, что событий-то мало не бывает. Лучше больше, чем меньше событий. Видимо, прорез событий. Окей. Да. Коллеги, я еще раз говорю, что, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать голосом. Я думаю, продолжим. Давай, Антошка. Давайте теперь я вкратце расскажу, как это работает под капотом. Давай. Ну вот раз мы тут говорили недавно про левое меню. У нас в модуле интернет появились две таблицы. Одна для хранения раздела, другая для страниц, которые к этому разделу привязываются. Вот там появился файлик page.index.php. Там лежит компонент. И он выгребает данные из этих таблиц и отрисовывает их. Но он не просто их отрисовывает. Вот у нас на стороне интернета есть абстрактный класс провайдер, который… У него есть метод resolve.component. Собственно, этот метод вызывается из интернета, и этот метод должен вернуть название компонента и его параметры, которые должны быть подключены на этой странице. И, собственно, модуль может в файле settings.php указать реализацию этого провайдера на своей стороне. Собственно, на стороне CRM есть такая реализация. Она работает через наш сервис роутер. То есть у нас есть компонент CRM роутера, который занимается маршрутизацией внутри смарт-процессов. И, собственно, мы возвращаем именно этот компонент, и у него там все ссылки подменяются. Собственно, основная задача вот этого сервиса этим заниматься. А теперь немножко расскажу, собственно, про новое API. То есть и смарт-процессы, и предложения сейчас работают на новом API, который мы сделали в CRM. Оно как бы не совсем новое. Это частично замена старому API, частично замена legacy. Что-то мы подрефакторили. Но мы не все старое API все там удалили. То есть есть в CRM очень много кода, который до сих пор используется. И новое API просто так немножко причесало все. И основная цель его введения была в том, чтобы уменьшить дублирование кода, уменьшить связанность между классами, иметь возможность покрыть это все тестами. Мы довольно много тестов написали для новой API. Там в этом плане все хорошо. И в конечном итоге наша цель – это повысить скорость разработки. Мы хотим быстрее внедрять новые фичи, делать продукт и код более качественными. Поэтому для этого новой API сделали. Чего удалось достичь из целей? Предложение работает. То есть если в прошлый раз я развил какой-то концепт, прототип, и мы говорили о том, что мы пробуем на предложениях, что оно заработает, то сейчас можно сказать, что оно уже работает. Предложение уже крутится, работает на новом API. Все прекрасно, на мой взгляд. По крайней мере, мне нравится. При этом мы сохранили обратную совместимость. То есть если где-то выполняется код, set, CRM, code, add, update, delete, внутри вызывается новая API. То есть там код посмотрите потом. При этом я оставил возможность переключиться на старую карточку, на старой API. То есть если у вас в коробке есть какие-то кастомизации, новая версия предложений выйдет, и у вас что-то сломалось, надо будет опцию взвести, и у вас будет старая карточка и старая API. И можно будет сделать какой-то плавный переход. Чего не удалось достичь? Кода меньше не стало, к сожалению, в CRM. Если посчитать строчки кода, то их стало только больше. И немножко появилась путаница, когда же все-таки использовать какой код, старый, новый. Но здесь принцип простой. Если есть новый API, который позволяет что-то сделать, значит используем его. Если его нет, значит ищем какой-то старый. Вот тут про старые компоненты. Не знаю, будем ли мы их когда-то переписывать. Это потребует очень много усилий. Я пока не берусь ни оценить, ни сроки, ничего. Просто так, чтобы просто переписать, мы не будем это делать. Ну теперь давайте посмотрим на код. Я прям вкратце пробегусь по основным сервисам. Сервис что такое? Это объект, который, как правило, в единственном экземпляре делает какой-то кусок обособленной логики. Исходя из этого определения, сервис должен строго следовать принципу единой ответственности. И исходя из этого, сервисов должно быть много, потому что в CRM много ответственности. И мы довольно много их наплодили, новых сервисов. Но на мой взгляд это хорошо, потому что код получается изолированным, с ним легче работать, легче рефакторить. И экземпляр сервиса получается через сервис-контейнер. Это отдельный сервис. Его экземпляр лежит внутри сервис-локатор из ядра. По факту это обертка над ним. То есть большая часть экземпляров сервисов в том же сервис-локаторе находится, но некоторые лежат в этом контейнере. Потому что если нужно передать какие-то параметры в конструктор, мы храним их в контейнере нашем. Ну вот тут пример кода, как, допустим, с ним работать. Ну тут все просто. Контейнер, get instance и дай мне какой-то определенный сервис. У него там есть набор именованных методов. Основной сервис — это фабрика. Я рассказывал в прошлый раз, что мы выбрали паттерн «Абстрактная фабрика». Есть дерево классов. Собственно, это является точкой входа при работе с определенным типом сущности. Когда вам нужно получить какие-то данные, изменить данные, нужно отталкиваться и над фабрики. У нас сейчас есть реализация фабрики для смарт-процессов для предложений. Есть заготовка фабрики для сделок, но она пока не умеет работать с самими сделками. Она сделана только для того, чтобы работать с направлениями. Буквально вчера я сделал заготовку фабрики для лидов, но она тоже пока так, заготовка. С самими лидами работать не умеет. У нас есть для инкапсуляции данных об элементе любого типа смарт-процесса. Есть сервис, он на самом деле просто сервим айтем. Он внутри себя содержит entity object, который привязан к конкретной таблице. Но сам этот айтем не является наследником. Он его включает. Для каждого типа сущности есть свой наследник этого айтема. У него там есть именованные методы для работы с полями. У него есть методы для работы с коллекциями. И у него есть методы getCompatibleData, setFromCompatibleData для того, чтобы работать с данными об элементе как с массивом. То есть, например, в том же setZerMQuad мы там что делаем? Мы там вызываем factoryCreateItem. Вызываем там setFromCompatibleData, вот как здесь на примере. И сохраняем его. Ну там не так просто сохраняем. Слушай, вот в тему здесь про контейнер. А это тот же самый, что и в главном модуле, или еще один? Это обертка над ним, внутри серым. То есть, один использует другой внутри. Есть абстракция для работы с направлениями. Это тоже такая упрощенная версия EntityObject. Есть семейство классов для работы с полями. Они инкапсулируют внутри себя какие-то куски бизнес-логики. Когда у нас есть разные таблицы, в них есть поля с разными именами, но бизнес-логика идентична. Чтобы это в одном месте как-то иметь, мы вот и скомпоновали в классы. Operation – это у нас сервис для того, чтобы производить изменения над данными. Потому что в CRM каждое изменение, как правило, сопровождается большим количеством дополнительных действий. Нужно проверить права доступа, нужно проверить запущенные бизнес-процессы и много всего остального. И потом, после того, как мы сохранили данные, нужно события бросить, нужно сохранить историю изменений в таймлайн, нужно бросить еще раз события. Для того, чтобы это все скомпоновать, мы сделали такой класс Operation. Он есть в нескольких видов. Add, Update, Delete, Copy и Conversion. То есть, на каждый тип операции есть свой класс. У него есть набор именованных методов для конфигурации. То есть, можно отключить права доступа через отдельный метод, можно выключить запуск роботов через отдельный метод и так далее. Будет отдельный метод, чтобы выключить бизнес-процессы. Disable bisproc будет называться, по-моему. И для того, чтобы не плодить очень большую иерархию этих самых оперейшенов, потому что у нас для предложений нужно сделать такой-то набор дополнительных действий, для смарт-процессов такой, для сделок вот такой. И чтобы это все не путалось, и нам не пришлось делать 50 реализаций этих оперейшен, мы сделали возможность сконфигурировать и добавить дополнительные действия до сохранения и после сохранения. Вот здесь на примере код, где мы добавляем какую-то проверку перед сохранением, и если ID больше 100, кидаем ошибку. И после сохранения можно, значит, еще какой-то кусок логики добавить. По факту это просто аналог событий. Но в событиях было бы события, которые табличные. С ними сложно работать, потому что у нас таблеты создаются динамически. У нас нет их статических в классе, в коде, в принципе, для смарт-процессов. И там нельзя было бы получить вот этот самый айтем. И чтобы было проще, ну, как не проще, мне кажется, с этими экшенами работать будет лучше. Дальше у меня в конце будет пример. Есть сервис-контекст, который хранит в себе контекст исполнения ID пользователя и как запустили изменения вручную или через REST. Основной метод launch, который, собственно, вызывает вот эти все действия последовательно в соответствии со своей конфигурацией, возвращает результат. Вопросы? Слушай, вот здесь вот просят подробнее рассказать про process with permission. Это про вам на конкретное поле или что? Подробнее про это расскажешь? Про кого? Process with permission. Я прослушал, где-то ты про такое рассказывал. Может быть, это что-то увидели в коде у тебя. А, все, я понял. Process with permission. Да, это метод такой в филде. Суть в том, что у некоторых полей есть какой-то кусок бизнес-логики, который привязан к правам доступа. Это права видимости на конкретное поле CRM или что это за права на поле? Нет. Это, ну, например, у нас есть поле такое открыто для всех в карточке элемента. И, а, нет, даже не… Вот, у нас есть права доступа. У пользователя могут быть права доступа только на изменение своих элементов. И если пользователь в карточке меняет ответственного на другого пользователя, то есть у нас реализация филда типа assigned, да, ответственный. И это поле проверяет, что если значение этого поля было изменено, но при этом пользователь не имеет права работать с элементами других пользователей, то мы сбрасываем значение этого поля. То есть, ну, вот это такой маленький кусочек бизнес-логики, который лежит вот в этом методе. У него есть реализация, это, по-моему, только у двух классов всего. Вот, то есть вы можете переопределить и что-то там свое сделать, пожалуйста. Но это вот про это. Окей, ну, если кто-то хочет голосом задать вопрос в Zoom, пожалуйста, партнеры, не стесняйтесь, я с удовольствием это сделаю. Вот здесь спрашивают, поле типа HTML для CRM и смарт-процессов сделаешь? А зачем? Я не знаю. Вот хотят, если может приведеть какой-то кейс, то давайте, кто-то может спросит, расскажет, зачем. Пока непонятно. В общем, планов у тебя таких нет. Еще дальше. Ну, здесь, само собой опять про документацию. Ее очень хотят. Будет. Мы готовим, мы отвечали в чате, документацию мы делаем, и она у нас обязательно будет. Вот эти куски, коды частично туда попадут, поэтому можем считать. И вот здесь, коллеги, я смотрю, у вас тут разделилось мнение по поводу универсальных списков. Есть те, кому они по-прежнему нужны, есть те, кому, говорит, все, хватит. Давайте, да. Ну, на мой взгляд, пока что идем так, как идем. Дальше уже будет видно, что нам делать с нашими универсальными списками. Так что еще пока никто не хочет. Ребята, что вы не хотите ничего спрашивать в Zoom? Смелее давайте. Я, значит, сейчас текстом еще спрошу. Вот в двух-трех словах вот сейчас, может быть, что-то расскажешь, как через API-коробки создавать смарт-процесс? Может, у тебя будет? Может, листинг-код какой-то привезешь? Если речь о настройках смарт-процесса, то там ничего сложного. У нас есть таблет, и, собственно, в этом таблете там нет какой-то обвязки дополнительной. Просто дергаем. Ну, здесь еще набрасывают, что, слушай, а что ты не выложишь вообще описание объектной модели смарт-процесса? Типа для партнеров было бы интересно. Ну, поразмышляю, не знаю, надо, не надо. Какой объектной модель? Вот уточните, пожалуйста, ребят, вы вот как можно конкретнее вопрос, особенно что касается кода, и желательно указывать для чего, то есть какую цель вы решаете вашим вопросом. Это нам поможет. Я думаю, что давай двигаться. Еще раз, если кто-то хочет что-то спросить, давайте ручку поднимайте. Теперь пробегусь по дополнительным сервисам, которые мы там еще сделали. Тут не все. Типичный кейс, когда нужно нарисовать карту смарт-процессов со всеми направлениями и стадиями. Такое бывает. Допустим, тоже там в верхнем меню у нас там есть ссылки, у нас в правах доступа нужно отрисовать там полную карту. И бывает, что на одном хите нужно сделать это несколько раз. Для того, чтобы не дергать таблет, на каждый запрос мы сделали такой сервис, который внутри себя каширует данные. Можно загрузить карту по смарт-процессам, настройкам их, по их направлениям и по стадиям. Можно при этом как угодно с ними внутри работать, они за один запрос все равно все выгребутся. Ну, не за один, а за минимальное количество. Есть у нас семейство брокеров. Это такие небольшие классы для того, чтобы получить какие-то связанные данные. Пользователи, клиенты, компании, они такие маленькие. И вот тут пример кода, где мы получаем информацию о юзерах из смарт-процесса. Дальше. Роутер вкраса рассказал. Он нужен, он решает две задачи. Во-первых, из ссылки мы получаем компоненты, настройки, которые нужно подключить для того, чтобы отрендерить интерфейс. И, во-вторых, он возвращает все ссылки внутри CRM. Мы не везде еще его подключили. Там где-то используется старый подход. Но, в принципе, мы стараемся перейти в большей части на него. Вот здесь, например, пример, как получить ссылку на файл. Есть у нас сервис-директор. Он запускает дополнительные действия при создании направления смарт-процесса. А так как при создании нового смарт-процесса мы автоматически создаем новые направления, которые мы будем привязывать, стадии и элементы, то эти действия всегда выполняются. То есть, вместо того, чтобы подписываться на таблет, можно переопределить этот класс и добавить туда свой сценарий. Эдитор-адаптер – это сервис-прослойка между данными о смарт-процессе или о предложении и редактором. Да, у нас есть замечательная карточка универсальная, которая принимает на вход данные в определенном формате. И эдитор-адаптер как раз занимается тем, что подготавливает данные для этого компонента. Event History у нас используется для того, чтобы писать историю изменений. И есть для таймлайна. Мы сделали отдельный контроллер. Но там, в общем-то, ничего пока не переписано. Есть отдельный сервис для работы с фразами. То есть, меня иногда раздражает иметь дубли фраз в разных местах. Там три компонента, в каждом компоненте есть фраза смарт-процесс. Чтобы этого не делать, мы создали один файл, куда засовываем общие какие-то фразы. И подключить их можно в любом месте, вызвав вот этот сервис. У него метод loadMessages. Есть, конечно, сервис для работы с правами доступа. Он внутри, по факту, вызывает старые API, но зато у него методы такие покрасившие, может быть, немножко. Ну и кроме того, его можно переопределить, опять-таки, и какую-то бизнес-логику туда засунуть. Теперь немножко про API-связи. API-связи мне очень нравится, как у нас получилось. Я его несколько раз использовал. Например, переписывал, когда вкладку связи в карточке. Я его переписал на новой API-связи, прям вообще классно. Для работы со связями у нас есть два типа идентификаторов. Идентификатор связи, который хранит соотношение кто родитель, кто потомок, и идентификатор элемента, где лежит идентификатор типа и идентификатор элемента. У нас есть Relation Manager, который… Это сервис, который позволяет получить список связей между типами, позволяет получить связанные элементы по какой-то связи и так далее. Здесь пример кода. Например, нам нужно получить все контакты компании. И мы таким образом получаем связь компания-контакт и говорим, дай мне, пожалуйста, все родительские элементы для этого контакта. И он вернет вам массив вот этих идентифаеров, где будут перечислены родительские компании. За конкретную связь отвечает отдельный класс Relation. При этом мы сделали связи для всех существующих типов связи в CRM. Лид, контакты, предложение лид, предложение сделка. Все это мы покрыли уже на мапе. Можно с ним работать. Когда оно в коробке у вас появится, конечно. И в базе данных по-разному хранятся все эти типы связей. И у нас есть уже 9 реализаций для всех типов связей. Они сделаны через отдельный тип абстракции, Storage Strategy. И на каждый тип хранения у нас своя реализация. Связи между смарт-процессами хранятся в отдельной таблице. В этой таблице мы просто храним и д типа родителя, и д родителя, и д типа потомка, и д потомка. Дальше. Собственно, я хотел рассказать немножко про кастомизацию. Как это всем кодом можно пользоваться. Ну, вот самый простой пример. Допустим, мы хотим добавить новую общую фразу. Это у тебя сложность в этом смысле? Это просто? Это одна звездочка. Это из пяти? Из трех. Окей. Вот. Таким образом мы, допустим, наследуемся от стандартного сервиса. И с помощью сервиса локатора мы его туда подсовываем. Все просто. И теперь в любом месте, где у нас дергается контейнер, getLocalization, loadMessages, у вас будет дергаться на самом деле ваш класс. То есть таким образом, без модификации ядра, вы можете подлезть вот прям туда в бизнес-логику. Но это простой кейс. Чаще всего для того, чтобы сделать какие-то сложные вещи, нам нужно подменить фабрику. Допустим, то есть кейс. У вас есть 20 смарт-процессов, но вам нужно кастомизировать какой-то один из них. То есть все остальные пусть работают как есть, но вот один какой-то конкретный нужно кастомизировать. Вот сейчас я немножко расскажу, как это сделать таким образом, чтобы остальные смарт-процессы работали стандартно, чтобы их вообще не трогать. Вот таким образом мы, допустим, объявляем константу, super entity type ID какой-то наш, и переопределяем контейнер, наследуемся, и внутри этого контейнера переопределяем метод getFactory, и внутри него для нашего какого-то кастомного смарт-процесса мы возвращаем собственную реализацию фабрики. И потом с помощью сервис-локатора мы подсовываем реализацию нашего контейнера в сервис-локатор. И, допустим, что нам нужно сделать? Допустим, надо сделать какое-то поле только для чтения. Вот есть у нас какое-то поле UF CRM 150 string. По каким-то причинам нам нужно сделать так, чтобы пользователь не мог его менять вообще никак. В этом случае в нашей реализации фабрики мы переопределяем один метод и добавляем, дописываем атрибут в описание этого поля. И все. Теперь ни в редакторе, ни еще где-то никто не сможет это самое поле изменить. И оно везде будет работать одинаково. Допустим, кейс посложнее. Мы хотим логировать удаление всех элементов вот этого, или, допустим, не этого, всех элементов смарт-процессов. Для этого мы могли бы, конечно, воспользоваться событиями. Подписаться по старинке на события таблета, и там записывать какие-то нам данные. Но для того, чтобы использовать новый такой модный подход, мы добавляем в delete operation дополнительное действие, которое будет вызываться после сохранения. И в этом действии, то есть мы в фабрике, переопределяем метод getDeleteOperation и получаем из родителя экземпляр. И в этот экземпляр дописываем дополнительное действие, которое будет вызываться после сохранения. И записываем в лог какие-то данные, которые нам нужны. Аналогично можно переопределить getUpdateOperation, getAddOperation, и там какие-то свои дополнительные экшены дописать и сделать с ними что угодно. Допустим, еще один кейс. Нужно запретить менять стадию какому-то одному пользователю и вот именно с одной стадии на другую. То есть нас периодически просят реализовать эту возможность, прямо чтобы она где-то в интерфейсе настраивалась. Но пока что можно будет сделать это таким образом. Мы переопределяем метод getUpdateOperation и добавляем туда перед сохранением дополнительный экшен. В этом экшене проверяем, какой пользователь меняет, с какой стадии на какую он перемещает этот элемент. И вот если оно попадает в наши условия, мы в результат добавляем ошибку, что сорян, нельзя. Тонич, а у нас еще 10 минут, у тебя еще много там слайдов? Нет, уже почти кончилось. Отлично, все хорошо. Ну и самый сложный кейс. Нужно заменить компонент карточки. При этом, опять-таки, мы хотим кастомизировать интерфейс только одного смарт-процесса. Потому что у нас компонент SerumItemDetails, он общий. Он отрисовывает элементы всех смарт-процессов, всех типов. А мы хотим заменить вот только для одного. Для этого мы переопределяем роутер. Внутри этого роутера переопределяем метод parseRequest. Код этот рабочий, я проверял, честно. Здесь тебе уже выдают, типа, а что там вернет такой-то код? Будет документация, там почитайте. Мы переопределяем метод parseRequest, получаем результат, который обычно возвращается, и проверяем, что если это наш компонент SerumItemDetails, и если это вот этот идентификатор смарт-процесса, который мы хотим изменить. В этом случае мы подменяем результат и подсовываем туда наш собственный компонент DEV SerumItemDetails. И у вас только для одного вашего конкретного смарт-процесса будет вызываться вот этот компонент, а для всех остальных будет вызываться стандартный. И даже если выйдет обновление, и мы обновим компонент, и у вас все-то сломается, вы просто комментируете этот кусок кода, проводите какие-то исследования. Пишите в техподдержку. Приводите в соответствии ваш код, и оно снова все будет работать. Ну, в общем-то, у меня слайды закончились. Слайды у тебя закончились. Слушай, а вопросы здесь что-то не кончаются. Причем их не хотят задавать голосом. Видимо, я буду сейчас их озвучивать текстом. Ладно, коллеги, у нас осталось буквально 8 минут. Я сейчас буду озвучивать ваши вопросы. Если кто-то хочет сказать голосом, поднимайте ручку, я у вас включу в эфир. Ладно, пошли. Значит, смотрите, будем ли мы стандартизировать события, чтобы on-auto-crm-company-add и тому подобное работали как on-auto-i-block-element-add. В инфоблоках есть возможность модифицировать ответ функции add? Скорее всего, нет. Во-первых, это невозможно из принципа обратной совместимости, потому что если мы изменим логику работы старых событий, то мы все поломаем там, что написано. Ну, окей, хорошо. Нет, так нет. Вот здесь еще спрашивают тебя по поводу пользовательских полей. Будет ли возможность при помощи модуля указывать поведение полей в main UI-фильтр для разработчиков SPA? У нас вынесена, да, в отдельной API работа с полями в фильтре, но оно недоступно через сервисы. Вот. То есть такой возможности как-то я не подумал, что она понадобится. В принципе, можно вынести код получения экземпляра вот этого сервиса для работы с фильтром через сервис-контейнер. Ну, если не забуду, сделаю. Окей. Ну, окей, я тебе список вопросов потом скину, если захочешь, то сделаешь. Значит, в полях смарт-процессов можно ли использовать, и будет ли, или сейчас можно ли использовать ссылку на каталог товаров? Ссылку на каталог товаров? Да. Ну, у нас же есть каталог товаров в CRM. Мы сможем с ними взаимодействовать? Вообще, как мы будем взаимодействовать? Ну, у нас есть… Можно собрать товары внутри смарт-процесса. Окей. Короче, можно будет. Ну, да. Подозреваю, что можно будет. Как еще в новом API для списка подставить фильтре-элементе свой тип пользовательского поля со своим интерфейсом? Интерфейс имеют в виду интерфейс для пользователя. А это опять про UI-фильтр, видимо? Видимо, да. Ну, теоретически API-фильтр позволяет подсунуть туда кастом поле и туда засунуть какую-то свою верстку со скриптами. Поэтому, если мы вынесем это в отдельный сервис, то можно будет. Сейчас пока нельзя. Окей. Вот здесь снова вопросы про коробку. Я уточнил, это спрашивают про коробку именно. Что касается локализации, есть ли это уже в коробках? Можно ли будет локализовать по-своему какие-то, делать другие? Ну, вот эта локализация, которую я показывал, это маленький сервис, который мы используем только в смарт-процессах. То есть там, если вы подмените фразу, не знаю, для сделки, то она поменяется только в паре мест, где она используется. Но мы не переписывали весь существующий код CRM. Это непосильная задача. Вот смотри, свои сервисы конфигурируются через контейнер главного модуля. Этот контейнер их подтянет? Но некоторые сервисы лежат в сервис-локаторе. Те, которые, скажем так, общие. Некоторые лежат в сервис-контейнере внутри CRM. У сервис-контейнера нет метода своего, типа, переопределить такой-то сервис. Поэтому самый простой вариант – просто переделить контейнер целиком, и там какие-то методы просто захардкодить, и это будет самый простой вариант. Ограничения в 50 сущностей есть? Да. 64, если быть точным. И будет. Ничего не хочешь? Здесь опять вопрос с коробкой. У нас в коробке может быть запись привязки к делам на миллионы записей, а нам нужно эту таблицу заальтерить, чтобы расширить там поле. И как это в коробке будет делаться? То есть для облака я обсуждал этот вопрос. Это реально. Да, мы можем выполнить этот запрос в облаке, в фоне ночью как-то. Оно заальтерится. Просто в коробке. Рекомендацию выполняйте в фоне ночью. Там сложнее, короче говоря, это действительно. Там сложнее, мы пока не приступали к этой задачи. Ну, а какой-нибудь бегунок, мастерок какой-нибудь? Это же БД. Это прям гигабайтные файлы на данном. В общем, как есть. Будет ли какая-то интеграция, я подозреваю, что будет, конечно, какая-то интеграция с 1С? Да. Она уже есть, уже может быть? Вот опять-таки вопрос про коробку в том числе. Ну, с Сашей вот буквально вчера мы встретились. Он меня спросил, будет ли рест. И так как рест будет, то, наверное, он сможет прикрутить какую-то интеграцию с 1С. Вопрос только в кейсах зачем, как этим пользоваться. Поэтому… Ну, окей. Автоматические двухсторонние связи планируешь? Это как? Ну, они уже автоматически двухсторонние. То есть, если вы настроили связь между двумя смарт-процессами в настройках одного смарт-процесса, в настройках другого смарт-процесса она автоматически отобразится. Вот. Окей. Вот здесь такой вопрос. Сейчас буду его читать. Значит, почему при создании пользовательского свойства код у этого свойства выглядит как номер телефона? Код свойства не UE в CRM, а 7902 и так далее, и так далее. Ну, сейчас для смарт-процессов мы вытащили новый интерфейс настроек пользовательских полей, такой же, как в RPA. И в этом интерфейсе вы можете ручками вбить вместо этого номера телефона текстом. То есть, у вас будет UEF, CRM, подчеркивание, там будет число с идентификатором, подчеркивание, и там можете писать все, что хотите. Ну, там на длину поля есть какое-то ограничение, но текстом можно не писать. Вот вопрос из YouTube. Андрей спрашивает, планируется ли в облаке доступность сущности счет из BP? Ну, что-то я не очень понимаю. Разве там сейчас нельзя ее сделать? Ну, вообще, это вопрос, конечно, к Антону и Инжуле. Мы здесь все-таки про другую сущность, про смарт-процессы. Поэтому, Андрей, я вас приглашаю на доклад попозже, который будет там. Вы сможете задать ваш вопрос. Еще вопрос кодовый. Что вернет GetContext, GetUserIt при вызове Iscron? Ноль. Ноль. Ну, окей, хорошо. Ладно, коллеги, вы, к сожалению, не захотели общаться с нами голосом, лицом, глазами и так далее. Мы уже заканчиваем. У нас буквально одна минутка уже осталась. Поэтому, Антошка, я говорю тебе спасибо большое. Я думаю, что Антон сейчас пойдет у нас отдыхать. Ну, а мы будем переключаться на следующий доклад. Следующий доклад нам расскажет Максим Ложков, наш ведущий разработчик. Он лид команды, который разрабатывает e-commerce. И он расскажет, как, собственно, как видится e-commerce глазами разработчика. И я думаю, что он, наверное, что-нибудь расскажет про новый CRM плюс интернет-магазин. И здесь ты расскажешь про то, как его создать за две минуты. И да, еще раз коллеги, я напоминаю, что, пожалуйста, вы можете задавать на вопросы голосом. Это нужно делать обязательно. Прямо встревайте, прерывайте. Я вас включу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова